С началом весенне-летнего сезона закипела жизнь в садовых товариществах. Всего в Ниццекамске 28 СНТ и около 15 тысяч членов кооперативов. Безопасность, в том числе пожарная, это основной вопрос, который должен быть всегда на контроле и председателей, и самих садоводов. В этом году в садовых кооперативах уже зафиксированы пожары. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Проблемы, какие сталкиваются, это отсутствие водоисточников садоводческих кооперативов, отсутствие проездов к садовым. Домиком проезды иногда загромождают, самопроизвольно ставят шлагбаумы. Шлагбаумы у нас запрещены, разрешаются только, если там находится дежурный персонал, либо она в автоматическом режиме открывается шлагбаум. Согласно порядку государственной поддержки садоводческих и огороднических товариществ, СНТ могут получить субсидии от 50 до 90% в зависимости от вида работ. Субсидирование делится на два аспекта, 50% и 90%. Что попадает у нас под 50%? Это строительство, реконструкция и ремонт объектов внутренней инструктуры. Что это такое? Это водоснабжение. У кого-то есть водопровод, у кого-то есть газоснабжение, у кого-то есть внутренние дороги. И 90% это обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. То есть это вот те мусорные площадки, которые вы обязаны были, мы с вами все, обустроить до сегодняшнего года. Если она у вас не устроена, экология может вас оштрафовать за отсутствие этих площадок. Также выполнение комплексов кадастровых работ. В списке мероприятий, подлежащих субсидированию, также приобретение первичных средств пожаротушения, передвижных огнетушителей и пожарных щитов. Представителям садовых товариществ разъяснили, каков порядок получения субсидий. Все пришедшие смогли задать интересующие их вопросы, получить ответы и консультации.